ребятушки хотите начать в стандарт играть не знаете как вы нас утомляете этим вопросом но мы всегда будем его отвечать спешите возрадоваться есть специальный класснейший прям класснейший продукт который придуман именно для этого называется он колоды претендентов или челленджер деки или челленджер декс или как хотите в общем называете колоды претендентов у них есть год они вот колоды претендентов 2021 года что это такое специальный продукт который выпускает наша любимая бизнес of the cost и это четыре разных колоды которые вы получаете совсем чуть-чуть их видоизменяете и в принципе готовы реально пойти на турнир по формату стандарт и вполне там себя замечательное чувство отмечу специально напоминаю вам кто не знает рассказываю что у нас происходит прям данный момент розыгрыш замечательных колод зайдите к нам пожалуйста в наши социальные сети в наши группы и посмотрите как участвовать в розыгрыше вы имеете шанс получить себе классную колоду а теперь перейдем непосредственно к продукту что же такое так колоды претендентов это готовые колоды которые прямо открываете коробочку и идете на турнир ну так задумано на самом деле инструкция такая вы открываете коробочку там действительно лежит готовая колода 60 карт главной колоды 15 комп дополнительной колоды и ребята там все карты нормальные хорошие и к месту но есть нюансы их конечно чтобы пойти на турнир и там чувствовать себя офигительно нужно немножко лучше и так друзья вот прям с первых как начнем так контроль азориусов вот контроль вот азориусов на белый синий смотрим что мы видим самая первая двухсветная колода монобаза 8 дуалок да не все тапан и да из них редких только половина но это нормальная контрольная монобаза да немножко медленная но ничего страшного нету как улучшить очень просто положить туда конечно двухсторонние земельки белосиние конечно же положить туда каких-то замков положить то активационные земельки по вкусу но тем не менее это монобаза колдует заклинание которое необходимо контролю вполне эффективно дальше смотрим что заклинание все остальное ну все к месту да там лежит два вот этих замечательных клерика весьма спортных это неплохая карта но просто она чуть слабее чем сейчас контроле играют да там лежит сфинкс и их там даже два и они классные они прямо замечательные финишеры все к месту и респект побеждает смерть чумовая абсолютно карта три копии пожалуйста все нормально контр с пылы на месте до их то может быть не оптимальное количество или количество которые никому не комфортно именно вам там риму вал есть да на существо и так далее количество вросов может быть оптимальное может быть должно быть меньше больше думскаров например меньше вросов за 4 больше в 1 4 вообще не будет думскаров это уже на ваше усмотрение ребят но все карточки которые лежат вот прямо в этой колоде а я там к месту и по делу просто нужно это улучшать улучшать монобазу добавлять карточки получше заменять карточки похуже немножко конечно подстраивать сайтборд по то с чем вы встречаетесь да ребятушки мы в этом видео специально никаким образом не будем затрагивать финансовую часть вопроса да сколько нам зафиксируйте прибыль насколько выгодный продукт невыгодный мы говорим о том что это реально вы взяли себе купили подарили вам подарили вы кому-то подарили это можно открывать и идти играть мы сейчас про стандарт и про компетитив магию и так едем дальше моноредик весьма плотный лист моноредика конечно конечно друзья мы понимаем что тут должно быть вот тут должно быть вот 4 имберклива до 1 имберклив хорошо да хорошо 2 имберклива лучше 3 имберклива лучше чем 2 имберклива 4 имберклива это прям вот на душе становится тепло и приятно там их конечно один до нужных докинуть сходу 3 но все остальное там комплект анаксов там гиганты там как хавьеры хавьер доминго с лазерным мечом друзья комплектом лежат все в порядке монобаза до текущий моноред играет снежными землями оживающей земелькой и слоте ремуала имеет три дырочки за копейку из калтхейма но даже с замками и с обычными горами вы все равно будете вполне себе побежать противников моноред самый простой хороший лист не да немножечко устаревший да не совсем оптимально там все есть все к места все карточки хорошие играбельные моноред карточки вы там можете спорить каким-то первыми дропами может быть ножка друг конфигурацию ремуала положить но тем не менее все к месту далее разбойники димиров а тут есть до проблемы разбойники димиров темпа колода она должна играется на скорости flash почти все вся идеально дешевыми существами хорошей прикрышкой эффективным ремуалом тут немножко недофокусированный лист можно лучше сделать но опять же вы все прекрасно понимаете вы спокойно можете открыть любой сайт агрегатор кого стандарта посмотреть там колоду разбойники называться она будет прямо также и увидеть разницу это разница будет не очень большая конечно мы опять же в любой к двухсветке моментально допиливаем монобазу мы хотим монобазу все-таки быструю но тут все равно хорошие сплы нормальный набор существ может быть не самый оптимальный вот этих горгуль их например там не нужны это я вас уверяю вот карточка неплохая просто ну слишком много работы требует роги не хотят чтобы существа требую работы чтобы они отковали блокируют не хотят сразу прям что было все эффективно хороший ремувал хороший контр заклинания в общем все к месту просто нужно и можно сделать лучше и завершает наш парад этих замечательных колод претендентов моно зеленая колода которая называется раздави оппонента это не я придумал а так называется зеленые мужики зеленый ремувал ребят вон там он все смотрите там немножко странных набор моно зеленые 105 действительно было колоды довольно популярный некоторое время назад она должна быть предельно квадратный там конечно же должен быть немножко другой ремувал там должны быть огромные динозавры киски вот эти вот разрастись что поделись много можно положить новую драку из колдхейма и опять же все земли замени заснеженные вот здесь конечно нужно квадратить положить тех ребят которые вам нравятся первые дропы там немножко подрихтовать например вот этот эльф вот этот эльф которым нужны друзья друзья не люди ребят те тяжко у них там быть и у эльфов общем не дружно с людьми так вот вот он не самый лучший первый друг в мире он конечно бывает он бывает за дома на 22 ну вот не то зато там красавица и чудовище пожалуйста комплектом максимально эффективно эту колоду можно доделать но я бы на самом деле конечно и попарил на какой еще один свет возможно шел бы в приключения возможно еще его сделал потому что выглядит это не совсем или или второй вариант ребята есть моно зеленая еда кладутся сюда гуси и след из крошек тролли из под моста и это становится немножко другой колодой но даже в этом в этом виде вот общись ничего не менять можно прийти на турнир и нормально вполне себя почувствовать исполнить если хорошо будете себе сдавать адекватно используйте ресурс котором даны и так это все улучшается замены и добавлением определенных карточек продукт еще раз прекрасный готовый весьма эффективны это хороший подарок вашему другу который хочет поиграть в магию не знаю с чего начать потому что он почувствует себе так сказать возможность спокойно соревноваться даже если это будет не в клубе ребят даже если дома на кухне это будет вполне хороший опыт любого человека если вы хотите прям плотно войти стандарда в это берете прикладывайте силы свой так сказать ум вкладываете под свой вкладываете получаете хорошую колоду с этого получаете огромное удовольствие такие дела друзья и еще конечно же вы задаетесь вопросом а вот если у меня там есть возможность получить только одну такую колоду я хочу играть стандарт нужно выбрать сделать ребят за вас его делать не хочу но мой совет простой если совсем как бы не хотите думать да вы берете монарет берете монарет вам нужны туда три имберклива вот монарет вот этот три имберклива что-нибудь выкидывайте платят римберклива но это же ну не совсем то ребят это если вы точно понимаете что вы хотите заворачивать существу атаку если прям хотите почувствовать в себе дэкбилдера возьмите разбойников возьмите разбойников там куда более интересный игровой план они тоже часто выигрывают найдите как это улучшить какие карточки добавить чтобы она была похожа или посмотрите тоже можно точно не советую зеленую колоду там думать нужно очень много это так сказать следующий уровень для опытных пилотов вот зеленый для опытных пилотов попроще красная попроще белый контроль если хотите задачу для себя возьмите разбойников друзья напоминаю если хотите получить эти замечательные колоды в нашем розыгрыше по ссылочкам в описании прошу вас пройдите посмотрите поучаствуйте если вы просто задумались о том чтобы эти колоды заполучить напоминаю что их выпуск перенесен на 2 апреля сразу после прекрасного дня дурака у нас будут колоды претендентов а также напоминаю вам что следует вам играть в магию и быть клевыми